Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рада вас приветствовать в эфире. Сегодняшнюю передачу мы посвящаем теме взаимоотношений. Дело в том, что прошлая наша передача, которая была посвящена месту жительства, она, так скажем, возбудила некоторый интерес, и слушатели требовали продолжения. И мы решили сделать такой цикл, который будет посвящен именно взаимоотношениям между людьми, потому что это всегда всех интересует, и это очень частый вопрос на консультациях, как вести себя с партнером, какой партнер мне подходит, почему у меня с партнером проблемы, и не только с партнером. То есть иметься в виду с любым партнером, которого мы встречаем по жизни. Это может быть и бизнес-партнер, это может быть просто учитель, это может быть ученик, это может быть сотрудник на работе, или это может быть ребенок. Часто очень людей волнует, особенно мам, как общаться со своим ребенком, как наладить с ним взаимоотношения. Это очень обширная тема, очень интересный и обширный цикл передач может из нее получиться. И мы начнем с того, что мы определим, что такое взаимоотношения. Ну, первое, о чем спрашивают обычно люди, когда приходят на консультацию и интересуются взаимоотношениями, первое, что они спрашивают, это какой партнер мне подходит, либо как мне с этим партнером жить. И они начинают искать причины в другом человеке. Но дело в том, что мы всегда несем в себе того человека, с которым мы встретимся, и с которым мы вообще в потенциале можем заключить взаимоотношения. И это показывает наш гороскоп. То есть по гороскопу мы можем посмотреть, какие энергии нам нужны для развития. То есть когда мы сюда приходим, рождаемся, предполагается, что мы сюда пришли не просто жить. То есть в течение жизни мы хотим кем-то стать, мы хотим измениться, мы хотим получить новый опыт. И этот опыт прежде всего приходит через партнеров, через взаимоотношения. И у нас есть определенные внутренние настройки, которые связаны с теми людьми, которых мы к себе притянем. То есть это мы сами, только мы сами несем в себе некий набор пассивных качеств, которые мы без партнерства не можем реализовать. И поэтому, когда человек приходит ко мне на консультацию, или вообще к астрологу приходит на консультацию, первое, к чему обращают обычно его внимание, это то, что все проблемы, которые вы видите в партнере, они лежат прежде всего в области, они лежат внутри вас. И если мы будем менять партнера, то мы ничего не изменим. То есть у нас есть такая задача понять, кто мы прежде всего. И я обращаю на консультацию человека к самому себе, то есть внутрь его собственного «я». и смещая фокус, фокус с партнера, потому что приходят прежде всего, особенно приносят иногда карту, и говорят, как мне с этим жить, как мне изменить другого человека. Но как мы знаем, изменить другого невозможно, нужно начинать с себя. В астрологической карте видно, какого вы человека можете притянуть в свою жизнь. То есть у нас есть такая карта, называемая «Навамша». Это определённая настройка гороскопа, определённый взгляд на качество человека, через который он притягивает партнёра. И астрология, конечно, в этом может очень помочь. То есть мы заведомо знаем, кто мы, какая у нас основная задача в этой жизни, предназначение, это может раскрыть астролог, и как мы будем воплощать эту задачу через взаимоотношения с другими людьми. И, конечно, те люди, которые приходят с проблемами, они часто имеют эти самые узелки, завязанные в их гороскопе, которые нужно как-то развязывать. И это опять-таки делается через осознание, через разбор астрологических позиций. И человеку предоставляется возможность понять, почему это происходит в его жизни, потому что, как утверждает психология, астрология без психологии не может существовать, потому что это то, что... Когда мы консультируем, мы консультируем, естественно, с точки зрения психологии. То есть через эту карту видно, кем мы хотим стать, каким человеком мы хотим стать и какого партнёра мы себе привлечём. И именно через эту карту можно посмотреть, как наиболее эффективно взаимодействовать с людьми и с конкретным партнёром. И если вы поменяете партнёра, то, по сути, ничего не изменится. Вы привлечёте под эту же задачу нового партнёра. Он будет в чём-то другой немножко, но ваши задачи останутся с вами. Но, во-первых, астрологическая консультация — это как диагноз. То есть вам могут поставить диагноз, а работа по изменению себя, она ложится, естественно, на ваши плечи. И можно дать человеку направление, в котором работать, но астролог не в состоянии проконсультировать всего пути человека, всего его трансформационного пути, как он изменил своё отношение к жизни, поменял отношение к партнёрству и так далее. Но, тем не менее, то, что может сделать астролог на данный момент, это называется гороскоп совместимости, то есть он может найти наиболее эффективные точки соприкосновения на данный момент между двумя людьми. Дело в том, что у нас разные задачи, у каждого, естественно. То есть какая-то своя уникальная способность, уникальное предназначение в этой жизни, и мы все развиваемся по своему собственному пути. И на этом пути мы пересекаемся. То есть мы взаимодействуем, обмениваемся энергиями с друг с другом. Это обязательный процесс. И совмещение двух гороскопов, их сравнение, это называется техника синастрия, даёт нам ключ к тому, как на данном этапе могут эффективно взаимодействовать два человека. И, конечно, я в своей практике очень широко использую эту методику. Сначала выявляется, какие периоды проживают люди, что они из себя представляют, а затем мы их как бы накладываем друг на друга и смотрим, какие у них проблемные области взаимодействия, а какие очень перспективные. И, естественно, я как астролог, как психолог даю какие-то направления, чтобы развивать эти перспективные моменты. Например, часто бывает такое, знаете, так называемое кармическое знакомство. То есть, когда человек притягивает своего партнёра из прошлого. Это очень часто бывает, когда у человека, например, Венера соединена с Кету или хозяин седьмого дома соединён с Кету. То есть такие частности. И вот такие клиенты приходят, и они, многие говорят, что была некая такая слепая влюблённость, и очень быстро был заключён этот союз между людьми. Ну, например, брак. То есть люди узаконили эти отношения. И именно в этом случае, так как это произошло по памяти прошлого, то есть люди очень быстро притянулись, слепая влюблённость, быстрый брак, им нужно искать новые точки соприкосновения. Через какие-то 2-3 года они понимают, что им просто не о чём говорить. То есть когда вот эта влюблённость прошла, вот эта карма пережита, карма первой встречи, то есть им было очень интересно поначалу, а дальше отношения стали угасать. И вот такие люди обращаются, и я могу дать направление, а как дальше ваши отношения развивать? Ну, то есть человек каждый волен развивать, не развивать, но тем не менее, если вы обращаетесь к астрологу, он вам даст какой-то совет, как можно свои отношения улучшить. Да, конечно, когда возникает конфликтная ситуация, люди, естественно, приходят и хотят, как мы уже сказали, изменить партнёра или как-то решить этот вопрос. И тогда можно посмотреть, какие периоды проживают эти люди, какие у них есть там комбинации в гороскопе, которые вызвали эту конфликтную ситуацию. И любая конфликтная ситуация – это потенциал к росту. То есть она не просто так возникает, это определённый экзамен. Если мы его пройдём, если мы как-то конструктивно решим эти проблемы, которые возникли, то мы оба вырастем. Иногда это бывает через разрыв отношений, но это тоже рост. То есть может быть как продолжение отношений, так и разрыв отношений. Бывает, что карма супружества в определённый момент себя изживает, и люди уже не могут идти бок о бок. И тем не менее можно им дать какое-то направление, как эту ситуацию трансформировать в лучшее. И для чего она дана была именно. Вот этот важный момент. Для чего, если человек осознаёт, для чего он пережил эту ситуацию, значит, он поднимается на ступеньку выше в своём развитии и имеет потенциал уже дальше встречать каких-то других партнёров, а не крутиться в этом цикле. Да, несомненно, в этом связь есть определённая. Дело в том, что переезд — это такая резкая смена энергии вокруг себя. И если мы перемещаемся в другое место жительства, мы включаем у себя в гороскопе 12-й дом прежде всего. Это дом изоляции от нашего прежнего места жительства. Это дом, где мы чувствуем себя несколько чужаками. И всегда, когда люди переезжают, они находятся в некотором напряжении. Им нужно приспособиться к новым энергиям, которые теперь вокруг них существуют. И, конечно же, эта ситуация, она стрессовая, как правило. И если уже есть какая-то брешь в отношениях, то она только может усугубиться. Есть, конечно, такое, что смотря, конечно, какое место. Вот мы разбирали в прошлый раз, что различные места, различные страты, они по-разному действуют на людей. Например, если мы перемещаемся на юго-восток, на нас действует Венера. И если мы переезжаем, например, в такое место, как Таиланд, то Венера начинает очень быть активной в нашем гороскопе. И если у неё есть какие-то поражения, если в отношениях есть какие-то неполадки, то это обязательно скажется на отношениях. То есть это дополнительный стрессовый фактор, который выведет все конфликтные ситуации наружу. И это и плюс с другой стороны. То есть человеку придётся иметь дело со своими тараканами в голове, каждому партнёру. Давайте попробуем пойти от обратного. Представим вашу карту. Вам не надо переезжать в те места, где мало коммуникаций. Как мы уже говорили. Да, то есть вам не надо переезжать, например, на юг и в такие страны, где общество живёт такими вот закрытыми идеями. Ну, я имею в виду, например, в Иран. Вам не стоило бы переезжать, допустим, в южном направлении. Понимаете, это такой гипотетический вопрос, когда ко мне приходит клиент и говорит, мне приезжать вот сюда, сюда или сюда. У меня есть три варианта. Или три города в США. Вот, допустим, да. Потому что если ко мне придёт клиент и спрашивает меня, куда мне не переезжать, ну, может, вам не надо на Марс летать. В принципе, экспедиция собирается, но вам, наверное, туда не надо. То есть можно найти всегда место, куда человеку не надо. Вот, вам нужно... То есть если вы мне дадите три направления, сейчас у вас самое лучшее направление — это северо-восток. Соответственно, вам не нужно переезжать на запад. То есть мы всегда можем посмотреть в гороскопе, какие планеты активны. И эти активные планеты возбуждают в нас определённые желания. И если у вас на данный момент активен Юпитер, у вас раскрываются возможности в северо-восточном направлении. То есть это то место, откуда исходят знания. То есть из того места, которое называется исток. То есть восток, исток, исход. То есть да, генера находится не в лучшем положении. И, ну, с другой стороны, её можно поддержать через энергию Таиланда. Но долго оставаться в Таиланде, то есть вам не раскрывается весь потенциал личности. Поскольку в Таиланде нет такого сильного Меркурия, Марса и Сатурна, которые вам нужны для развития. То есть можно каждому человеку примерно так рекомендовать. Да, это та же техника наложения карт друг на друга, когда мы находим точки взаимодействия, и мы находим конфликтные точки. Бывают люди, которым очень показано вместе делать бизнес. Потому что, например, один человек своими энергиями у другого раскрывает дом доходов, дом прибыли. Допустим, если вы родились под знаком Тельца, и если у вас астендент – это Телец, то ваш одиннадцатый дом, дом доходов, прибыли, самых разнообразных связей и бонусов, он находится под знаком Рыб. И если вы встречаете партнеров, у которых очень развито, очень много энергии, Рыб, то они вам будут приносить новые связи, доходы, какие-то новые возможности. То есть это действительно работает, это проверено на массе карт. Можно посмотреть, какой партнер вам по бизнесу подходит, а с каким партнером могут быть конфликтные ситуации, или могут быть какие-то потери. То есть мы должны смотреть, как мы друг у друга, что стимулируем. Да, можно смотреть три человека, три карты, как они будут взаимодействовать в этой группе из троих. Коже можно смотреть, конечно. Но можно просто подбирать человека себе в фирму, тоже основываясь на его гороскопе, посмотреть, какие у него ярко проявленные качества, то есть он кто? Он лидер, либо он человек, который может детально выполнять какую-то работу, кропотливую, либо он такой человек, который будет подстраховывать проекты, либо он инициатор, и у него очень много будет идей, но у него нет энергии заземления, и ему нужен партнер, который бы его заземлял. То есть есть такие люди, генераторы, но у которых мало земли в гороскопе, мало земного элемента. Тогда в группу подбирается человек, у которого этот земной элемент ярко выражен, чтобы он структурировал работу и ее как-то фиксировал, фиксировал эти идеи и давал им почву какую-то, стабильность, чтобы была. Так далее. Есть человек, который очень способен хорошо разносить информацию. То есть он просто, вот у него воздушная стихия, например, очень проявлена в гороскопе, и он очень много общается, но опять-таки он не заземлен. Допустим, у него земли мало. Опять в группу к нему подбирается человек с ярко выраженным земным элементом. А человеку, у которого много земли, ему нужен как раз тот, кто бы генерировал идеи, тот, кто бы его подталкивал к тому, чтобы к реализациям различных проектов. То есть это все можно посмотреть. И какого элемента вам в команде не хватает, тот элемент вы можете себе добрать через прием на работу определенного человека, у которого выражено это. Да, конечно. И, как правило, я не рекомендую вести семейный бизнес людям, потому что это очень напрягает отношения. Это дополнительный фактор напряжения отношений, если только у них нет там каких-то показаний. Допустим, они ведут совместный бизнес. Но я все время говорю, вот, допустим, у человека, у женщины проявлено в гороскопе очень сильно четвертый дом, дом внутреннего пространства. И у мужчины проявлено этот дом, дом внутреннего пространства. И там, например, у обоих находится раку. Я говорю, вам очень сложно будет бизнес совместный, это ваше, но вам нужно разделять полномочия и разделять пространство, в котором вы находитесь, иначе вы просто сливаетесь в один какой-то непрекращающийся комок обязанностей и так далее. И человек не может почувствовать никогда себя дома. Он все время на работе и на работе с супругом. И это вредит отношениям. Такое тоже есть. И можно на основе каждого гороскопа, каждого человека дать какие-то рекомендации, как сохранить отношения в семейном бизнесе. Это отдельная консультация, отдельный контингент людей, которые приходят и спрашивают, задают такие вопросы. Да, я как раз этим сейчас, сказала, занимаюсь. То есть мы, естественно, не разводимся, мы не ликвидируем бизнес, мы просто его упорядочиваем определенным образом. Каждый человек получает свои рекомендации, каждый человек в паре. То есть понятно, что, допустим, женщине очень важно внутреннее пространство. Был у меня такой случай, и ей очень важно еще находиться одной дома и иметь что-то свое, свое какое-то хобби, которое не связано было бы с бизнесом. Например, я советую это делать. То есть я вижу, что у нее есть такие позиции в гороскопе, что это именно может спасти отношения. Потому что каждый человек должен прежде всего свои базовые потребности удовлетворить, а дальше уже строить какие-то отношения. То есть мы идем в отношения не исходя из того, что мы как-то друг друга дополняем и балансируем все время в этих отношениях, а мы идем в отношения как две цельные личности, которые могут друг без друга нормально существовать. И если эта черта проведена в отношениях, что я отдельно могу существовать, и ты можешь, мы делаем бизнес, потому что для нас это выгодно, нам интересно и так далее. Тогда да. И я даю рекомендации кому что. Кому, например, мужчине часто ездить в путешествия и заниматься, скажем, подводным плаванием. Ну, чем он так и занимается. А женщине, допустим, иметь какое-то свое внутреннее пространство, заняться садом. И это может спасти отношения, потому что они просто вот этот уровень своей энергии, которая у них зашкаливает в каждой сфере, они его как-то реализуют отдельно друг от друга. Конечно, такое возможно. Скорее всего загнется рано или поздно на такой бизнес, где нарушены основные потребности людей. Такие мероприятия, они обычно догибаются. Если природа человека не реализуется в бизнесе, то тогда это просто идет энергетический износ самого человека. И само это мероприятие рано или поздно сходит на нет. Поэтому, какой бы случай сейчас записали, он неприемлем. Да, конечно, если у человека есть запас кармы на то, чтобы перед тем, как начать обратиться к астрологу, конечно, он получит все рекомендации, он узнает о том, какова его природа, какова природа его жены и что есть. И как они вообще взаимодействуют, что нужно жене. Во-первых, брать жену на работу, чтобы сэкономить на бухгалтере, это, конечно, не самые такие высокие мотивы получаются. Спасибо, Михаил. Спасибо, радиослушатели, за внимание. И до встречи в следующих эфирах. До свидания.